По месяц 19 века красная ковровая дорожка и десятки журналистов так бульбоко встречали лидеров Европы. Для создания правильной картинки официальный Кишинёв постарался. Дача пустая, не машины. Апокалипсис. Такого больше не увидите. Это обратная сторона европейского саммита. Пустые улицы Кишинёва полиция указывает местным жителям, куда ходить можно, а куда нельзя. Обходить заставляли и пенсионеров, и мам с детьми. У нас делегация и доступ запрещен. Мы вышли с работы, могу показать вам талон. Остальные все расходятся. Мы знаем, кто вы и кого вы представляете. Не допускается любая акция протеста, любое собрание. Ради безопасности гостей даже детей оставили без праздника 1 июня. Все мероприятия перенесли. Пока высокопоставленные гости прилетали в Молдову и создавали хаос в аэропорту, жители Кишинёва массово покидали город. Мы выезжали по одной из объездных трасс и вдоль трассы установлены рекламные баннеры, которые приветствуют участников высокого собрания. Эта наглядная агитация вызвала только ироническую усмешку, потому что это объездные трассы, по которым не будут проезжать кортежи, которые никак вообще не задействованы в проведении этого мероприятия. Соответственно, для кого были сделаны эти баннера, для кого была сделана эта реклама и для чего на это были потрачены бюджетные средства, осталось для меня, конечно, непонятно. Кроме баннеров, власти Молдовы потратились на новую дорогу из аэропорта до Бульбок и создали новую популярную локацию для фото. Она уже разлетелась по социальным сетям с хэштегом «Конец Европы». Это авиация НАТО. Весь день военные самолеты кружили над Бульбоками, а на крышах сидели снайперы, по селу дежурили полицейские с автоматами. Местные жители могли выйти на улицу только по документу, а выехать из села по спецразрешению. Нигде, ни в публичном пространстве, ни где-то еще не было озвучено того, что кто-то пытается сорвать этот саммит, кто-то пытается помешать его проведению или организовать какие-нибудь там попытки дестабилизации. А это мы слышали только от властей. Сами власти об этом говорили, но никакого даже настроения таких нет. Мероприятия серьезные, международного масштаба. Власть убеждает, что это мероприятие принесет нашей стране преодоление шагов к светлому будущему и вступлению в Евросоюз. Ну, хорошо, но зачем запирать людей в городах и селах? То есть это не совсем понятно. Тем временем замки МИМИ много говорили о свободе, демократии и будущем Молдовы в ЕС. Мы не отказываемся от Приднестровского региона. Мы работаем по обоим направлениям и над выполнением ожиданий и условий, сформулированных Еврокомиссией, реализации программ реформ и работаем над решением Приднестровского вопроса. Сегодня для каждого из нас совершенно очевидно, что в отношении Приднестровья будет применяться очень маленькая морковка, то есть поманить какими-то европейскими преференциями это раз, но при этом будет большой кнут. А именно, намеки на то, что давление может усилиться и даже со стороны некоторых сил может последовать какое-то военное нападение. Ну а спастись от этого, как нас будут заверять, возможно только отказом от союза с Россией и полной переориентацией. При этом европейские политики говорили, Молдову могут взять в ЕС и без Приднестровья. Движение Молдовы в ЕС не зависит от событий в Приднестровье. Кипр стал членом ЕС, имея территориальные проблемы. Молдова может также это сделать. Анализируя происходящее, можно предположить, что если европейские структуры и готовы отложить вопрос о Приднестровье, то американским нужно прежде всего в плане подготовки к глобальной войне с Россией полностью ликвидировать российское влияние где бы то ни было по периметру европейской части российской границы. О России на Евросаммите говорили много. На один день бульбоки стали центром Европы. со сплошными ограничениями для местных жителей ради удобства других. Хоть в Молдове протесты и запретили, люди все равно вышли с обращением к европейским гостям.